Это мина прилетела. Осколки от мин. Водитель бронетранспортера Бушмастер Михаил уже больше года управляет этой боевой машиной. Каково это попасть под миномётный обстрел противника во время выполнения боевого задания, боец знает не понаслышке. Но по этому поводу даже шутит. Честно говоря, мы сидели с наводчиком и не поняли, что произошло. Потому что машину только жух-жух. И командир кричал, живы ли мы. Мы открыли двери, и командир спрашивает, вы живы? Я говорю, живы. И всё. И пошли снимать тикток. Австралийская боевая машина, переданная Украине для борьбы с российским агрессором, уже не раз спасала жизни украинских защитников. Бронемашина обеспечивает защиту от пуль разного калибра, а также способна выдержать взрыв до 9,5 килограммов в тротиловом эквиваленте. А её удобство уже оценили украинские десантники. В бронемашине 5 люков. Перед первым есть установка для крепления крупнокалиберных пулемётов. А в бортах боевого отделения три окна с проёмом для стрельбы из автоматов. Австралийский бронетранспортер «Бушмастер» с расположением руля с правой стороны. Водитель говорит, что для этого нужно просто немного времени, чтобы привыкнуть. В состав экипажа входит два человека. Обычно это наводчик и водитель. В салоне 8 посадочных мест. Есть кондиционер, а в случае необходимости и обогрев. При массе машины более 15 тонн возможностей двигателя хватает, чтобы разогнать её до 100 километров в час. Десантники говорят, работать под прикрытием «Бушмастера» очень удобно. Заходим, например, в село. Бронетехника едет впереди. Броня нас оберегает от угроз, от каких-либо пуль. Если противник впереди, то идём сзади брони. И, соответственно, мы прячемся за броню и из-за неё открываем огонь по противнику. Ну и второе – есть наводчик. Наводчик, в случае чего, контролирует всю территорию. И в случае, если противник – стреляет. Австралия уже передала Украине 90 автомобилей «Бушмастер». В новом пакете помощи Украина ожидает ещё три десятка таких боевых машин. Алена Грамова из Донецкой области для телеканала «Фридом».